Привет, друзья! Это будет очень короткое видео, всего на несколько минут о налоговой системе в Норвегии Вот знаете, есть такая тема, что многие люди говорят Ой, да как можно жить в Норвегии, особенно кто живет в России Типа, у вас же такие высокие налоги Вот очень часто можно слышать, особенно те, кто не интересовался этой темой профессионально Не смотрел материалы какие-то, не важно, текстовые, видеоматериалы, какую-то информацию онлайн и так далее Многие считают, что ну вот в Норвегии же типа налог, который платите вы со своей зарплаты Как работник составляет там 25% на первый год И потом там он 32, 33, 34% и даже выше До там 37, по-моему, или даже может быть в некоторых случаях выше Прогрессивная, в зависимости от вашей зарплаты, естественно Так ли это? Да, действительно это так И я ни в коем случае не говорю, что это маленький налог Нет, это действительно достаточно большой налог И это большая проблема не только Норвегии, но и многих стран Однако я вам скажу следующее Проверяли ли вы когда-либо налоги в России? Знаете ли вы о том, что в России часть налога платит за вас работодатель? Часть налога платите вы сами? Знаете ли вы, что в России НДС берется с каждого конкретного действия? Например, условная шахта добыла условный ресурс И она заплатила НДС, когда продавала свой ресурс переработчику Переработчик переработал ресурс во что-то новое Какую-то базовую, не знаю, отмытую руду Продал ее как бы следующему исполнителю в этой истории И снова заплатился НДС Затем тот, кто использует следующий этап ресурса Он делает из него какой-то полезный предмет, базовый тоже Снова платит НДС Затем из этого базового предмета делается уже конечный предмет Снова платится НДС Затем продается этот предмет человеку Сколько раз платится НДС? Где-то в среднем 4, 5, 6, 7 раз Это доходит до половины, а то и больше половины стоимости товара В любых других странах, в странах Европы НДС платится лишь один единственный раз Не когда B2B продает товар B2B Только тогда, когда B2B продает товар B2C То есть конечному потребителю Только тогда, тогда и только тогда платится НДС Вот Таких моментов очень много В России на самом деле скрытых налогов Их более 50 В Норвегии тоже есть скрытые налоги Их может быть 5 или 10 Из них есть более скрытые и менее скрытые Но если все валово посчитать здесь То условно у вас получится, что ваш налог составляет от 25 до 35 Может быть 40% здесь То есть это очень много, очень много Но в России у вас получится цифра от 50 до 80% И у некоторых людей даже выше Вот, поэтому, друзья, если вы не верите тому, что я говорю Не верьте, я вас призываю Не верьте мне на слово ни в коем случае Обязательно, пожалуйста, заходите на YouTube Если вы хотите такой материал в удобной обертке Уже как бы разобранный для вас заранее Пожалуйста, заходите на YouTube, пишите MyGap налоги Или, если хотите такой даже еще более короткий вариант То пишите Варламов налоги И посмотрите, какой на самом деле налог в России Вот Банально это можно проверить То, что я говорю на принципе следующем Сколько денег у вас остается после зарплаты Да, то есть Какой процент Точнее даже так скажем Сколько у вас денег остается после зарплаты После того, как вы заплатили за квартиру После того, как вы Понятно, что здесь очень многое зависит от человека От его опыта Но в целом Вот так в среднем Сколько процентов денег у вас остается после зарплаты После оплаты жилья После покупки еды Вот такой процент денег, который вы бы могли потратить И вообще не заметить Ну, не то, что не заметить, но он для вас не был бы существенным Вот я вам скажу, у меня здесь, я живу в Норвегии, у меня как бы в Осло И у меня этот процент составляет около половины моей зарплаты То есть после налогов, естественно Вот то, что мне приходит, по факту, я из этого половины могу тратить И ничего от этого страшного не произойдет Какой процент тратить можете вы? Вот ответьте на этот вопрос, и это замечательно коррелирует с ответом на вопрос У кого выше налоги? Вот по моим ощущениям, за всю мою жизнь в России, что я раньше жил Как минимум в 2, а может быть в 3, в 4 и даже в 5 раз налоги в России больше Как я и обещал, короткое видео, 5 минут Всем спасибо за просмотр Пока-пока, друзья Подписывайтесь, конечно же, и ставьте лайки Удачи!